привет добро пожаловать в новый влог мы сейчас в хорватии уже не первый день но в этот раз мы приехали сюда с приключениями как и очень часто происходит в принципе в нашей семье я потом вам расскажу сегодня мы выспались у нас наконец-то ездить ночевать все нормально и мы едем на один из моих любимых пляжей к сожалению это как к сожалению очень красивая дорога поэтому вообще никаких проблем дорога занимает час и мы доедем туда посидим там до наверное захода солнца потом собираемся еще поехать как раз случайно обнаружила потом поедем на ужин и сегодня у нас такой наконец-то день на релаксе потому что вчера у нас был легкий хаос в инстаграме многие просили поделиться контактами недорогих апартаментов в апатии как видите это три звезды я не уверена что они есть на букинге поэтому оставлю вам телефон хозяина можете связаться это знаете не люксовые апартаменты но зато здесь есть частная парковка есть кондиционеры небольшая плита где можно приготовить что-то на завтрак ужин я вам снимала рум-тур неоднократно утром мы не торопимся собираемся на пляж а и между прочим вы можете попросить жену хозяина веру и она там буквально за пять евро может сделать вам стирку и все развесить здесь чисто ухоженно просто есть все необходимое для жизни лучше потратить деньги которые вы предназначали на виллу на что-то другое смотрите какая профессиональная подготовка теперь мы не носим все на пляж в руках помимо меня и моих помад еще коня надо купить короче здесь у нас и байдарка и насосы и куча всего полотенца весла в общем вот так это выглядит удобно не тянешься пока папа нет мужчины сами разбираются с надувной лодкой получилось обещали плавать рядышком здесь кстати не глубоко поэтому окей ну а дальше там тоже спасатели есть пока томок плавает на лодке с малыми я решила поделать фотки телефон пульт к нему самый дешевый я не знаю на allegro купила и штатив я конечно здесь знатно повеселила народ и кстати много людей как-то собралось под вечер поэтому негде было с морем сделать фотографии поэтому я не очень довольна но я никому не хотела мешать поэтому просто будет с камнями посмотрим выложу или нет ну короче это мой анти разведин здесь конечно очень красиво единственное что это ближе к вечеру море начинает штормить и я уже боюсь плавать и у меня сильно сдувает шляпу блин поэтому если бы вы знали сколько мне стоило пофотографироваться в шляпе во днем нормально она меня защитила от солнышка так что супер вот эти большие горки они здесь платные для детей или для взрослых а маленькие где-то там где мы были на пляже бесплатно а сейчас под звук хорватских цикад приглашаю вас на прогулку по побережью городке рабац мне она здесь очень нравится потому что она супер облагороженная здесь красивая вот это сочетание кристально чистой голубой воды с разнообразными растениями с цветами все настолько чисто ухоженно и все это связано с тем что именно на побережье вот здесь в рабаце располагается комплекс отелей формата все включено под названием воломар их там есть несколько они разные по стандарту разные по цене многие наши знакомые отдыхали здесь и остались довольны конечно это не дешевое удовольствие о ценах я расскажу чуть позже ценах в хорватии в целом в этом году но эти пляжи открыты для всех посетителей то есть они не принадлежат отелям и каждый турист или местные может сюда прийти и отдохнуть я не знаю как в этом году я не узнавала но раньше можно было арендовать лежаки которые расставляют здесь отели и точно так же удобно отдыхать мы всегда останавливаемся на пляже сандэнс ропаться потому что здесь есть все удобства ресторан всякие там развлечения для детей и мне здесь визуально также очень приятно поэтому каждый раз когда в хорватии это наш обязательный пункт для посещения пока мы выжидаем солнце поделюсь с вами что знаю произошло короче мы спонтанно так собрались в отпуск у нас не было какой-то конкретной даты когда мы выезжаем мы встретились нашими друзьями на выходных и они сказали что едут на гарду мы как-то так тоже мы в италию хотим там в общем договаривались договаривались и я вообще-то была настроена на италию то есть я спаковала вещи таким образом что мы будем ночевать где-то в словении и дальше поедем в италию и тут просыпаемся и тома говорит что оль мы едем сначала в хорватию на неделю а потом посмотрим я забронировала жилье на неделю ну и мы начали ехать и я вижу что он засыпает за рулем он не не признался он сказал что все окей потом я вижу что его просто отключает и он сказал что я не спал всю ночь очень много работы было разным дел и потом уже не смог уснуть поэтому я в этот раз невероятно собой горжусь потому что я проехала большую часть пути вместе тома накачивает лодку вот и да это была самая длинная трасса и тома кто-то ехал последние полтора часа или час где-то до нашей цели до нашей виллы было уже темно и у нас томок всегда выбирает отели он всегда все бронируют он всегда выбирает знаете такие жемчужинки а тут получилась такая история не было ни одного отзыва он решил рискнуть и причем вилла не была дешевая 250 евро за ночь и я не снимала там влог но в общем он потом еще позвонил и спросил как вообще выглядит территория вокруг мы хотели чтобы там типа и джакузи должно было быть но дело даже не в этом он старался выбрать что-то с большим двором чтобы детям было где поиграть футбол побегать и чтобы не было тесно но еще позвонил и спросил вилла готова она не в сыром состоянии так сказать да вскоре все облагорожено все окей приезжайте в общем мы приезжаем и вилла просто в состоянии стройки то есть вообще на территории куча каких-то проводов штырей коробок много то самое джакузи стояла на бетоне это была такая жуть ну ладно в общем мы зашли апартамент нереально большой там три большущие комнаты но очень сильно душно и хозяин оказался настолько неприятным вот прям знаете таким типичным хамлом и он приехал как будто мы ему еще должны с такими претензиями когда мы начали спрашивать почему так жарко а причем в тот день была буря то есть на улице было очень свежой здесь когда дождь то реально не жарко и бурска прохладно а тут жара невыносимая мы спрашиваем ну окна можно было как хотя бы проветрить возьми мы звонили мы говорили что мы едем тысяч километров он типа в чем претензии вообще не вешал от нет но самое страшное это то что не было кондиционера и всю ночь мы там просто задыхались видимо дом построен из таких материалов что он очень сильно нагревается и ну я не знаю как коробочка такая хотя вилла сама по себе могла бы быть очень красивая там не было половины мебели там вот все еще запакованное там инструкции знаете кухне лежат все с этикетками то есть мы были первыми посетителями и там больших полотенец не было ночью воды горячей не было когда мы приехали он говорит ну вот тут себе включите типа она нагреется со временем мы в таком шоке мы еще приехали позже чем мы говорили на три часа мы опоздали и очень сильно удивились что хозяин настолько подходит к своему делу в основном все стараются для того чтобы хорошие впечатления остались у туристов чтобы они советовали чтобы другим чтобы они оставляли отзывы чтобы они возвращались конце концов здесь такого не было и когда он говорил свободно на английском потом когда мы начали говорить что мы останемся на ночь и все выезжаем мы хотели бы отменить нашу резервацию потому что это что-то совершенно другое чем на фотографиях чем в обещаниях там было написано что есть какие-то лежаки зонтики всего этого не было не было никаких стульчиков на террасе там ничего ну то есть половина из того что заявлено просто не существует мило недостроено я сделала несколько фотографий для отмены букинга но потом поделилась в инстаграме то есть я рассказываю вам не для того чтобы пожаловаться для того чтобы вы имели в виду что такие ситуации бывают даже при том что например у нас большой опыт бронирования именно через букинг такое тоже может произойти с каждым и конечно же можно тоже обращаться в службу поддержки они возвращают деньги но мы поступили как мне кажется достаточно честно потому что мы заплатили за ночь мы не ругались мы позвонили в агентство которое занималось бронированием и сказали что такая ситуация что там просто-напросто опасные детьми прям везде торчали вот эти вот провода с электричеством не знаю отключена подключена но это знаете это не тот стандарт за 250 евро за ночь которого ты ожидаешь поэтому такая ситуация но мы заплатили честно ждем когда нам вернут деньги вот такие у нас приключения я кстати сегодня вот только что буквально встретила свою зрительницу и привет тебе огромный мне было очень приятно с мужем такие очень общительные и совершенно случайно надеюсь что мы сегодня встретимся поменялись номерами телефонов и в этот раз я гораздо чаще встречаю своих зрителей чем обычно буквально в каждом месте или кто-то пишет что я вас видела но не осмелилась подойти подходите я всегда не против хотя бы поздороваться бывают ситуации когда очень сильно спешу или я занята но в девяносто девяти процентов я конечно же задержусь кракове недавно был настолько неловко потому что я реально очень сильно опаздывала у меня еще и заклинил билет при выезде и я спешила я бежала и девушка меня устала и так здравствуйте извините я тороплюсь и побежала но это было исключение это пожалуй единственный случай когда я вот так вот не смогла хотя бы там посвятить несколько минут тем кто смотрит меня кто узнал вот вы чё на лодку едете до наезжайте что у нас с тобой в этой тележке очень много это и полотенце и всякие там штуки которые нужны на пляж но тома купил лодку байдарку она надувается здесь мы тоже возим насос вот там весло также тома взял малым ну как взял купил спасательные жилеты потому что ну я всегда очень нам боялась когда они типа там сами плавали не дай бог что сейчас мне гораздо спокойнее и спасибо что он меня услышал это все из декатлона между прочим пляже здесь бесплатные если хочется взять в аренду лежак или зонтик но тогда ты уже доплачиваешь или приходишь со своим пляжей много людей кстати нет мы сегодня приехали пораньше и вот то что наблюдается в апатии вообще на истрии часто утром просыпаешься типа не понимаешь есть погода или нет такие как бы облака под ними тоже можно сгореть плюс 29 сегодня плюс 30 даже обещают но ближе к 11 они куда-то там деваются расходятся и солнечно все прекрасно жарит так что хочется сидеть в тени просто постоянное состояние на то он не идет он бежит мои мужчины ходят такие далекие плавания на 3-4 часа последний раз тома кели вернулся сегодня они берут меня с собой я даже накачала эту половину нашей байдарки или каяка как он там правильно называется и я точно вам говорю что это лучшее приобретение в этом сезоне для тома к и для детей он не прогадал потому что им очень нравится сейчас мы должны как-то проплыть между этими лодками и выйти в открытое море поплывем куда-то дальше если что-то мы можем дрейфовать там прибьет где-то спасательные жилеты для детей если бы я знала я бы и себе тоже купила чтобы меня не трясло если этот влог посмотрит моя двоюродная сестра она серьезная байдара щит будет сильно мною гордиться хотя бы в роли пассажира меня укачивает но сейчас абсолютно нормально и очень быстро только что у нас одно весло тогда мы выплыли еще быстрее и тому кубок проще боже как красиво огромные скалы здесь супер высоко надеюсь я не снимаю пляж нудистовичу что я не специально а 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 знаете что это лучшее приобретение для пляжного сезона одна лодка весит около 16 килограммов это без весел и без всего остального и мы заметили что многие также пользуются похожими колясочками тачками для того чтобы не тягать все на пляж я себе не представляю как это можно вручную все донести но как бы есть рюкзак в котором лодка ну блин 16 килограмм еще и когда намокнет но его сегодня мы еще в одном городке это все буквально там в 15 минутах от апатии мощеницкая дрога дрога как то так я не уверена что я правильно произнесла название и пляж здесь вот такой достаточно тесно поэтому мы чуть дальше расположимся но дети хотели бы понырять они выискивают крабов там всякие драгоценности их им это очень интересно поэтому когда супер расчищена это уже не то мы не очень долго поплавали но зато вернулись и пришли в ресторан в котором томок был с детьми смотрите какой гигантский аппероль мне принесли мне кажется я тут рухну если это выпью мое солнце всегда с книжками вот тоже принес с собой на пляж я не знаю захар как ты так научился читать много папа научила это правда когда четыре года было научил читайте как-то захар так влюбился в книжки и всегда везде сниму это плохая идея охлаждаешься смотрите как у него выгорели волосы у меня уже тоже немного но в детстве я была такой белой и тоже загорелая как он придумали игру как это все называют как-то еще называют штула еда едой но какие красивые тарелки вау мне кажется это ручная работа очень красиво салаты игнат покажи тарелку супер я бы хотела поискать что-то керамическое для дома оливковое масло с небольшим количеством чеснока я бы потом не уснула наверное чемай наш очень красивая я бы не подумала что на берегу здесь с виду такой простенький ресторан но реально очень прикольно у меня лигния на жару то есть кальмары на гриле с Блитвой снова а пироль дает о себе знать господи такое ощущение что и весь волк это полупьяная это такие типа как котлетки маленькие с картошкой у Тома Ка лигния пржена правильно Тома? то есть во фритюре мне очень нравится то что дети на море заняты они долго не могли как-то понять в чем кайф моря и Захар тоже в Турции сильно испугался волн а сейчас их невозможно вытянуть из воды они все знаете такие сморщенные потому что откисают буквально нашли себе ведро ведро от майонеза из ресторана видимо с обеда взяли хлеб Захар покажи сетку Заки нашли сетку и будут ловить рыбу ну я не думаю что они поймают мы обязательно все выпустим одно из моих любимых мест в Хорватии это кафе бар Ромеро мне его показал Томак она не так давно построилась здесь рядом есть еще вот такая беседка где также можно посидеть очень вкусные завтраки и пицца бургеры коктейли разные очень такой знаете прикольный формат но скажу вам честно что у нас не так часто получается приходить сюда на завтрак скорее Томак приносил что-то отсюда обычно здесь все забито и пусть вас не удивляет что я одна на завтраке дело в том что я проснулась достаточно рано Томак работает дети спят а я решила поснимать влог и вот заказала себе кофе хотя дома я выпила и также гранулу господи какая она вкусная они сами ее делают здесь мусс манго йогурт мюсли всякие там цукаты и голубика сейчас позавтракаю и пойдем гулять набережная апатии усеяна шикарными отелями мне всегда казалось что они супер дорогие на самом деле внутри они часто старые не все конечно же но если подкопить денег то даже это можно себе позволить не на 2-3 недели но на выходные как минимум в апатии одна из самых красивых набережных за счет архитектуры в частности но что касается береговой линии то гораздо больше она мне нравится в Рабаце это там где я вам снимала видите как пасмурно сегодня и так должно быть целый день что касается пляжей именно в апатии то они не очень потому что в основном они бетонные и вообще-то здесь чуть красивее когда солнце ну да ладно зато мы никуда не торопимся сегодня я могу немножко поснимать а сейчас мы с вами отправляемся на виртуальную прогулку по хорватскому Манта Карло городу Апатия я вас уверяю что второго такого же в Хорватии вы точно не найдете это настоящая жемчужина на побережье Хорватии исторически здесь была Италия я помню что когда мой муж впервые 15 лет тому назад привез меня в апатию я была в шоке что это Хорватия апатия это роскошь во плоти здесь такое большое количество вилл дорогих отелей растительность очень ухоженная ее много везде капельный полив супер чисто тихо нет толп туристов и даже когда разгар сезона вам не придется толкаться очень приятно прогуляться по набережной например вечером можно встретить много пожилых людей те кто приехал из Австрии из Италии просто на выходные большое количество семей с детьми здесь более щадящий климат чем на юге страны и здесь конечно же божественно красиво если вы не знали то сейчас Хорватия входит в шенгенскую зону то есть на границе нет никакой проверки документа также с 2023 года здесь уже не куны а евро и сначала переход на новую валюту как-то не особо ощущался но дальше мы поехали в Италию и я хочу вам сказать что Италия по сравнению с северной частью Хорватии во всяком случае даже немножечко дешевле но здесь в Хорватии такой разбег цен что я не могу вам однозначно ответить сколько стоит жилье потому что можно снять апартаменты за 100 евро так как сделали мы или за 200-250 это будет уровень 5 звезд я говорю о цене за сутки и если в апатии например блинчик стоит 6 евро то в другом городе может стоить 4 или в той же апатии за 4 евро вы тоже найдете очень сильно разнятся цены и обед для всей семьи состоящий из 4 человек с напитками с главным блюдом с какими-то алкогольными напитками может стоить как 100 евро так и 250 если вы будете есть морепродукты и пить какое-то хорошее локальное вино также можно позавтракать за 50 или 60 евро в каком-то заведении или можно скупиться на те же 50 евро в супермаркете и уже несколько дней завтракать или ужинать дома поэтому тут вы уже сами выбираете какой-то стандарт к которому вы привыкли но если сравнивать даже all inclusive в Хорватии и в Греции то в Хорватии все равно получается дороже что касается погоды в Истрии то вы знаете такие дожди это вообще не редкое явление и иногда такой дождь может начаться и лить прям несколько дней и вечером здесь бывает прохладно особенно в дождливые дни или в мае, в сентябре в сентябре здесь вообще практически нет туристов в мае на выходные чуть больше но мы за это и любим северную часть Хорватии мы обычно проверяем погоду и спонтанно едем вот собственно мы и пришли местность называется Волоско как то так мы пришли пешочком по набережной Томак сказал что здесь классные рестораны и мы здесь как раз пообедаем Супер Томак то из Вишняна? Да Хорватское? Хорватское винишко в рыбном ресторане с детьми они конечно не сильно в восторге потому что не очень любят рыбу но так огромное видишь что сам лангустынки ты почти на двух сезон ну да это страшно кстати это во мне хукры мукры ресторан но пока что стартеры были супер вкусные я верю в то что остальное также десертики но наверное нас не хватит мы с мужем сегодня по морепродуктам тартар и тунца мы взяли несколько блюд с Томаком чтобы попробовать многое и поделились Зарка совсем не нервничает идеально себя ведет ребенок по-английски сегодня шпарил горжусь паста которую они делают сами с трюфелем и крепетками пока что все невероятно вкусное все просто божественно вкусное в общем мы всем поделились я уже больше кажется не могу это морской окунь наверное нам показали его как он выглядел после того как его пожарили на гриле а не имя что вино дает у себя знать я уже два слова отцвязать не могу короче при нас его почистили и уже без костей вот с блитвом это какой-то вид капусты в общем я торможу я думаю что на этом я буду заканчивать снимать просто съем и напью свое винишко мы с вами идем смотреть кампинг вот пожалуйста здесь можно купить кофе арендовать велосипед самокат электро всякие штуки я пока что не уверена что я готова ехать на две недели на нашей машине с дедушкой но кто знает мы присматриваем что-то на август томок посмотрел говорит цены такие как в польше я потом вам озвучу а это план кемпинга здесь местность нам очень понравилась вот здесь мосченицкая драга так называется во-первых здесь супер тихо томок выглянуто супер но и у нас тоже не просто вот такая выдвижная крыша как сказал мне дедушка а у нас как бы палатка такая получается столики все дела еще 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 все там электричество а то есть особо а 54 евро за четверо людей то есть двое взрослых и двое детей за сутки с кампером с кампером супер прачечная гладильная доска общая здесь вот бойлер я так понимаю что он здесь не один а это мини кухня наверное здесь несколько ну я во всяком случае на это надеюсь маленькая плита посуда томок заглядывал у меня столько вещей всего вот даже общая есть пока никого нет умывальники здесь очень чистые душевые кабины это вот прямо рядышком с морем ну не супер большой кемпинг но достаточно не знаю сколько здесь палаток прилично можно приехать просто с палаткой или же с кампером это вип какое-то но вообще каждое место под кампер или для палатки немножко так как бы отгорожено или живой изгородью или какой-то пальмой слушайте меня это привлекает только не знаю я как любитель комфорта могу наверное только наблюдать со стороны но не факт вот видите там дальше не видите ну короче там вот дальше город ну то есть это совсем близко у нас дети остались на пляже но они не купаются играют в футбол ребенок сказал мама иди запиши видео мы приехали с пляжа в полдесятого Игнат нам каждый вечер устраивает чаепитие но в этот раз у нас тут буквально пикник купили фрукты ну помыли тут только немножко я подсвечиваю фонариком от телефона в общем ребенок постарался Игнашка надо сидеть на полу нет пока я жду когда выйдет солнце давайте я покажу вам свои самые главные мастхэвы вообще этого лета можно сказать мы очень часто ездим даже дома на пляж вот эта сумка очень уместительная она кстати прочная она из резервт из прошлогодней коллекции и ко всему подходит также я очень сильно фанатею от вот таких летних морских феничек у меня их несколько часть я покупала в Греции в парфуа а вот эту тоненькую это мне подарила Вера хозяйка виллы в которой мы живем жена хозяина ну в общем они вместе там заправляют и они владельцы она делает такие фенички она мне подарила одну у нее там были разные вот эту с ракушками с завязочками я купила на раскладке у Томака целых три еще и кулона вот так входим мне кажется очень по летнему также то что нас спасает когда мы выходим на целый день это мощная зарядка я не знаю что это за бренд возможно даже сиами две буковки ми не знаю мы много пользуемся телефонами в течение дня я еще фоткаю снимаю поэтому несмотря на то что она тяжелая все равно всегда тягаю с собой в моих пляжных сумках и в сумке сетки у меня с собой часто вот такая вельветовая косметичка я ее покупала на алиэкспресс самая обычная она конечно пачкается ее уже нужно постирать но она очень вместительная красивая как по мне и тактильно приятная SPF для тела не только для меня но и для всей семьи очень люблю в целом La Roche-Posay и вот этот он такой неощутимый супер легкий хорошо защищают от солнца с ним загораешь но не сгораешь SPF 50 и он не выбеливает вот этот когда уже немножко загорю или не такое активное солнце от Виши он двухфазный его обязательно нужно страхнуть и он еще увлажняющий суперский конечно же фильтры для лица Beauty of Chosone вот уже концовка и новый ждет меня дома я купила еще с 20% скидкой на iHerb получилось вообще выгодно SPF 50 он без запаха не ощущается увлажняет и не выбеливает лицо огонь девочки огонь это правда лучший SPF для лица который когда-либо у меня был но это чисто блогерская тема всегда ношу с собой или стараюсь хотя бы не забывать сменную батарейку для камеры забыла дома дезодорант поэтому на месте купила вот такой виши вообще ой блин там ящерицы девочки господи как я их боюсь вы себе даже не представляете надо же кошмар надо перевести дух в общем дезодорант очень хорошо защищает у него такой приятный запах можно один раз вон смотрите это зараза я их реально очень сильно боюсь еще раз дезодорант купила и здесь и не прогадала я всегда могу доверять бренду виши он очень хорошо защищает от неприятного запаха и он приятно сам по себе пахнет можно один раз в день воспользоваться и он работает также у меня всегда с собой один из блесков варите у меня их несколько на самом деле часть уже закончилась сейчас с собой в номере пять он такой типа как натуральный слегка розовый но не кричащий он чуть-чуть холодит губы увлажняет их не очень долго держится но без проблем можно обновить очень приятный цвет красивый полупрозрачный придает губам свечение сияние я надеюсь вам сегодня со мной было интересно вторую часть я смонтирую отдельно так что будет влог из Италии я слишком много всего наснимала не забывайте поставить пальчик вверх хорошего вам настроения и пока-пока до новых встреч уже совсем скоро до новых встреч до новых встреч